Завершена регистрация кандидатов на праймериз из Атараусской области. Были приняты заявления 408 граждан. Теперь претенденты примут участие в больших соревнованиях. Стоит отметить, что в ведущей партии начата работа по приему заявок на участие в праймеризе 17 августа текущего года. Из нефтяного региона для участия в праймериз подали заявления 408 человек. 34,7% из них составляют женщины, а 37% молодежь в возрасте до 35 лет. В числе претендентов есть многодетные матери, лица с ограниченными возможностями. Они будут проходить через праймериз по категории кандидатов в межрис парламента Республики Казахстан, а также в областной, районной и городской Маслихаты. Теперь претенденты будут отрабатывать агитационную программу и подготовку примут участие во встречах и дискуссиях с членами партии. Доверие, диалог, уверенность в будущем. Можно отметить, что на первом этапе внутрипартийного отбора наблюдается высокая активность со стороны общественности. Одним из основных условий агитационной работы в Патраусской области является обязательное участие каждого кандидата в публичных дискуссиях. Участники внутрипартийного отбора должны обсудить актуальные вопросы региона, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения. Таким образом, этот способ открытого выбора общественных активистов придаст новый импульс начинающим партиям страны. Пандемия изменила наше общество, она повлияла и изменила нашу психологию, наши взгляды на многое. Заставила себя пересмотреть, вести социально-экономические реформы. В этом направлении Праймериз даст ответы на многие вопросы. Победители Праймериза будут включены в партийный список, предназначенный для Можилиса и Маслихата всех уровней. А граждане не прошедшие отбор, но получившие значительную поддержку, зачисляется новый кадровый резерв партии. Стоит отметить, что с 17 по 28 августа зарегистрировано 10 990 человек. Из них 36,9% женщины и 29,6% молодежи в возрасте до 35 лет. Из первичных партийных организаций было выдвинута 3090 граждан, а самовыдвиженцев 7900 человек.